Девушки отдыхают Вот, значит, тут нарисован микрофон с пауком, коробка помят, как вы видите, ну, потому что это же почта России, она не может нормально доставить ничего. Так, тут написано Color Selection, это значит какой-то цвет, но я не знаю, что за цвет, потому что там из выбора был только такой микрофон, короче, золотой. Вот, тут мы видим инструкцию, конечно, которая написана на английском языке, инструкцию на китайском, и картинки мы видим, что тут микрофон, короче, можно подключить просто к компьютеру, и это очень хорошо. Хорошо, я вот вам сейчас поближе поднесу, вот. Ну, вот, и тут, короче, тоже на английском. Конечно, я вам за босы так показываю, что почти ничего не видно, но ладно. Вот, что же лежит в коробочке? В коробочке лежит сам микрофон, вот в таком пакетике, я не знаю, как этот пакетик его спас бы от Почты России. Микрофон, в принципе, красивенький, такой понтовый, но мне кажется, что китайский микрофон не будет выдавать хорошего качества. Поэтому, если вам нужно купить микрофон, лучше подкопите, купите за 5000 шур, который может записывать вокал, в принципе, хорошо, результатив, всё, что угодно. Вот. А этот микрофон я ещё буду тестить, потому что, ну, блин, мне как бы нужен не просто микрофон, а микрофон, который будет лучше петлички. Потом на него есть вот такой вот набалдашник, это, видимо, для того, чтобы использовать его на улице. Ну, кто на улице будет такой, ля-ля-ля-ля-ля-ля, посмотрите, какая у меня есть штука. Вот, я её положу сюда. Потом, что у нас есть? У нас есть провод. Провод – это хорошо. Вот мы видим, что тут есть разъём, короче, аналогичный проводу, и было бы странно, если бы было как-то по-другому. Вот он вщёлкивается хорошо. Тут должно быть, вот, всё, я его вынула. Вот на эту штучку нажимаешь, и вот этот вот прекрасный замочек, он должен, ну, открываться. Вот, давайте ещё раз покажу. Оп. Вот он всунулся, он не вытаскивается, это прекрасно. Провод, который можно подключить по USB и в микрофонный вход. Вот. В том, что у нас ещё есть. У нас ещё есть такой вот треножник. Треножник сейчас мы выйдем. Это для тех, кто, видимо, на столе, на столе держит микрофон, сидит за столом и записывает для вас видео. Но это не я, я сижу на кровати. Так, и вот такая штука. Возможно, это паук, возможно, это не паук. Это, скорее всего, а, всё. Дошло, дошло до меня. До меня дошло, что это, вот это просто прищепка. Прищепка, и вот сюда можно ввинтить, видимо, микрофон, но как ввинтить, я не знаю. Где у него? У него есть что-нибудь вообще, что можно ввинтить? Нет. Ничего нет. Что вы мне прикажете делать с этим? Вот что, 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 что он с этим делает? Может, как-то вот так вот можно? Нет, так нельзя, потому что он никуда, сука, не ввинчивается. Ни-ку-да. Так что, вот эту штуку я даже не знаю, как использовать. Абсолютно не знаю. Она ничего не держит. Вот можно на руку вот так вот прицепить и ходить с ним. Ладно, я разберусь с этим позже. Видимо, надо покупать для него отдельный паук. Отдельное вот это вот крепление, которое тут нарисовано. Тут нарисован паук, именно паук. Вот. Вот, его используют, когда записывают там студийные всякие песенки, всякую хорошую вещь. Но у нас его нет. Ладно, будем держать в руках и болтать в него. В общем, как-то так. Тут громкость, которая, кстати, весьма таки туго идет. Мне даже это в какой-то степени нравится. И вот это вот ехо, да, ехо. Это поменьшать эхо, что ли? Я не знаю. Ладно. Разберемся, разберемся. Вот. Теперь вы знаете, куда пошли деньги с одного доната. На которой мы приобрели, наконец, доску, на которой я вам готовлю видео. Drive My Life. Нарисуй свою жизнь. Которая будет весьма короткой, потому что основную часть я, скорее всего, буду рассказывать в другом видео. И этих частей будет несколько. Возможно, мне придется даже создать альбомчик отдельно для этого всего. А пока предлагаю посмотреть на вот этот микрофон вблизи, так сказать. Вот он выглядит так. Это очень интересная сетка. Она двойная. Сверху проволока потолще, снизу потоньше. И если вы всмотритесь, то там есть как раз вот эта штука, в которую надо говорить, которая записывает. Давайте я попробую поближе поднести. Вот она. Сейчас. Вот она, вон там вот. Видите? Или не видите? Вот. Скажите мне, пожалуйста, кто-нибудь покупал микрофон вообще на Алиэкспрессе? И сколько такой микрофон прослужил, и какой у него звук? Я вот знаю, что Volume покупал. Но звук-то мне особо меняется. И это скорее больше, ну, типа, пантанутся. Вот у меня есть дорогой микрофон. Типа, посмотри, он золотой. У-у-у. Ну, короче, я буду использовать его в некоторых своих видео. Поэтому, ну, что поэтому? Поэтому я хочу, чтобы вы мне потом сказали, будет ли отличие в звуке какое-то весомое прям от звука в петличке, от звука камеры. Петличку, я напомню, что я использую ее в основном на стримах, потому что... Вот, короче, петличку я использую на стримах, потому что, ну, мне кажется, что там звук должен быть получше все-таки хотя бы чуть-чуть. И она у меня просто проводом слишком короткая и не дотягивается до камеры, когда я что-то снимаю. Ну, чтобы у меня влезал вот задний фон. Сейчас он у меня не лезет, потому что это так, видео на коленке. Мне он сегодня пришел, я решила сегодня распаковать, сегодня же проверить. В общем, я бы хотела, чтобы вы высказались по этому поводу, и правильно ли я сделала, что купила микрофон, потому что, ну, не знаю, не знаю, я записывала какашки в совочке, да, это клипт. Если вы его не видели, посмотрите, пожалуйста, вот просто, пожалуйста, посмотрите. Я его записывала на микрофон за 200 рублей, который, по-моему, даже нормальным микрофоном назвать нельзя, это микрофон был караоке. Вот. Следующее видео будет с участием этого микрофона, и я надеюсь, что он включится, что он заработает, и если он выдаст качество лучше, чем у микрофона за 200 рублей, да, ну, на минуточку, полторы тысячи, то я вам скажу, что его однозначно надо будет брать. Но пока ничего не ясно. А теперь, кроме шуток, вот так вот получается это все ставится. Вот эта вот треножка замечательная. Собственно говоря, в чем была проблемка, почему она не скручивалась? Потому что там стояла вот такая штука, которая обычно, по-моему, надевается на, ну, как сказать, короче, на рогатку, которую навинчивают на штатив, и получается, там стоит камера, стоит микрофон и стоит свет. Вот. К сожалению, я вам сейчас не смогу продемонстрировать звук этого микрофона, ну, серьезно, не смогу, потому что я его попыталась подключить к камере, но я что-то делала не так, наверное, и он не пишет. Вот. Наверное, надо подключать не только вход в динамик, да, но и, точнее, какой вход в динамик, короче, микрофонный вход, но и по USB-проводу. Вот. Вот. Так как они тут сдвоенные, возможно, это получится сделать на компьютере. Вот. Тут у нас есть реверберация на этом, на этом прекрасном чудном микрофоне, но крутится она в другую сторону, то есть не как мы привыкли вправо, а влево. То есть крутишь влево, и звук повышается, ну, звук и реверберация, и, собственно, реверберация повышается. Вот. Тут есть, помимо вот этой вот прекрасной картинки, да, есть параметры микрофона. Я вот вам покажу, я думаю, вы, если что, сами сможете загуглить. Сейчас. Давай-давай-давай. Вот. И минимальные требования для того, чтобы этот микрофон работал. И одно из требований, сейчас, так, где же, где же это было-то? А, Intel P4. То есть он не будет работать с камерой, он будет работать, скорее всего, только с ноутбуком. Но, возможно, я как-нибудь извращусь, там, может, новый провод куплю, или еще что-нибудь. Но провод-то я по-любому новый куплю. Если он покажет свой звук лучшей петлички, ну, тогда это будет целесообразно покупать новый провод, потому что тогда можно будет записывать вокал. Ну, и, в общем, думайте, надо ли вам это или нет. На каком-нибудь стримце я покажу, как он работает вживую. То есть, ну, покажу его звук. Но пока что... Нет, пока что нет. Спасибо за просмотр. Я думаю, что в какой-то степени это видео может быть полезно, хотя вряд ли не. Вряд ли оно будет полезно. Это просто обзор микрофона, распаковка. Вот и все. И вам спасибо за просмотр. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok